молодая женщина ушла из этого мира значит молодая женщина и у всевышнего свои планы поэтому поэтому конечно чтобы было ей там леони шама адас бат авраам сейчас секундочку подключимся мы к мобильному интернету очередная очередная попытка очередная попытка подключить интернет безак происходит сейчас у нас шалом значит секундочку фейсбук работает да я надеюсь все фейсбук работает часа подключим с божьей помощью и подключим с божьей помощью и телеграм так телеграм давай телеграм подключайся что-то у нас телеграм не очень хочет подключаться сейчас так ну хорошо фейсбук то работает значит и телеграм заработает все я знаю я знаю проходит два года и уже его вспоминают человека только его близкие родственники может еще кто-то а проходит потом десятилетия его мало кто вспоминает а в духовном мире вот душа продолжает подниматься мы верим что жизнь вечная и что в этом мире мы просто проходим этап этап который называется этап который называется душа проходит до того как войдет в яйцеклетку потом выходит в этот мир виде человека проживает этот мир эту жизнь свою и выходит из этого мира третье рождение уже как бы из скафандра выходит душа у меня кстати был выход из тела когда-то еще мне было лет наверное 20 тогда мне было и у меня прям был опыт такой да когда я наблюдал за своим телом сверху и 2 мне такой же опыт был когда мне делали операцию и когда выходе был в наркозе то у меня был опыт вот я прямо как летал над собой слышал как врачи разговаривают видел как они делают операцию у меня все это было такой вид сверху и дальше у меня я как бы летел туда в духовный мир и увидел что страх смерти это чистая программа то есть это если бы не было страха смерти никто бы не хотел в этом мире находиться все бы уходили из этого мира добровольно потому что ну если человек бы видел что в духовном мире его ждет вообще вечность то он бы тогда бы думал чем буду за эту жизнь держаться и поэтому всевышний сделал вот этот вот прям программу такую инстинкт самосохранения который просто заставляет человека держаться за жизнь до последнего уже он там больной больно все люди не хотят умирать да то есть если все нормально у человека работает в голове теперь и такой же инстинкту людей есть размножение то человек заходит в какой-то этап своего гормонального развития его просто клинит у него он просто ничего не видит вокруг себя только особей для размножения да и такие все ему кажется привлекательными красивыми а так его как бы предназначенная для него половина да он прям у нее просто погружается это это инстинкты вот поэтому мы верующие люди верим что душа выходит из тела поднимается и сейчас мы даем силу ада саббат авраам и бору бы на врам тоже мой папа значит они там получают час от нашего урока силу и вы можете тоже свой урок посвятить своим ушедшим близким сказать что пусть вот моя моя мое намерение до приблизиться ко всевышнему которая создает вот эту духовную силу чтобы она дала также эту духовную силу тем моим родственникам которые там если раньше это было непонятно мне лично было непонятно как это работает сейчас когда появились биткойны то стало понятно ты берешь какой-то номерочек биткойн что такое биткойн это номер такой просто номер и ты этот номер кому-то посылаешь и это он получать этот номер а потом он этот номер может обменять на что на какие-то живые деньги которые тоже не живые тоже номер в принципе а деньги уже можно обменять на что-то другое то есть мы видим что идеи они и могут переходить между странами между людьми и в духовный мир тоже может зайти эта духовная сила хорошо значит урок у нас сегодня 115 и нам рассказывает здесь равшала маруш он нам рассказывает очень важную тему очень важная тема которая взаимоотношения с праведниками на чем говорит такую вещь что вот человек приходит праведнику просит чтобы праведник его благословил помог ему помолился за него значит дал ему какой-то совет и он говорит здесь очень важно очень важно здесь он говорит в этой ситуации да когда ты приходишь праведнику помнить что праведник он не всевышний и вера должна быть в то что всевышний тебе поможет и он здесь приводит такие интересные вещи он говорит что иногда праведник он видит ситуацию и он говорит человеку я не буду тебя благословлять я не буду тебе помогать он говорит почему именно потому что праведник понимает что бог сделал чеку этому какую-то там ситуацию страдания в его жизни чтобы его пробудить а чек вместо того чтобы пробудился пробудиться да к служению всевышнему к осознанию пониманию он на ищет какие-то хитрые такие вот пути и и он рассказывает одну историю как один богатый человек пришел к рабе нато ну правда рабе нато это был ученик рабе нахмана из бреслова и он ему пришел кинул прямо ему деньги говорит помолись за меня там чтобы сделать мне какое-то искупление души а тот ему кинул деньги обратно говорит я же не эти деньги и твои отношения с богом это совершенно твое личное дело ты не можешь вот так вот просто до деньгами с таким отношением убрать из себя какие-то в жизни там неприятности если бог тебе что-то посылает он хочет чтобы ты пробудился и притчах я не помню сейчас как звучит точно этот отрывок но там есть такое как бы такой смысл что богатому сложнее пробудиться чем бедному и бедные умный бедный лучше чем там богатый в чем смысл там значит вот есть человека у которого есть деньги и он там тут у него врачи лучшие тут у него лучшие адвокаты тут у него там пять бизнесов десять каких-то инвестиций тут у него жена там у него любовница тут у него дети от первого брака трого третьего там у него очень много всего в мире таких вот материальных ресурсов скажем так который мы дал всевышний теперь если он делает какую-то ошибку то всевышний как он может человеку показать что человек идет по неправильному пути только через страдания ну хорошо там урок ицкака не убеждает книга три четыре сломона богатого человека не убеждает потому что он думает что он сильно умный то есть у него есть как бы такое ощущение что если у него что-то получилось то это не бог ему дал а он сам это достиг за счет своего ума теперь если всевышний ему хочет что-то показать какой-то урок то он ему дает неприятность да какая-то неприятность он говорит ничего здесь суд адвокаты здесь болит врачи здесь неприятности в одной семье найду другую здесь неприятности с детьми так у меня еще будут то есть он не слышит сигналы вообще я человек который бедный да например у него нет денег он опоздал на автобус и у него нету сейчас денег купить билет на следующий автобус он сидит сразу и думает наверное что-то ошибся в жизни где-то что-то не так сделал да то есть у него выбора нет он сразу слышит сигнал и царь салон говорит что лучше быть бедным и умным который умеет легко который умеет исследовать то что с ним происходит чем богатым которые не чувствительны и становятся к сигналам всевышнего теперь есть несколько на эту тему историй хороших про ну есть одна известная история когда один очень богатый человек он ввел неправильный образ жизни но он давал деньги тоже на дзаку то есть он сам лично был очень неправильный образ жизни но на дзаку давал хорошие суммы и когда он умер то его взвесили все его дела в жизни и говорят что извините у вас значит духовной потенциал не хватает чтобы подняться к вечной жизни вот это да дмитро нашел этот отрывок лучше бедноходящей непорочности нежели богатый но лживый это да но там есть другой отрывок в котором говорится что что лучше бедный который умеет легко который умеет исследовать что с ним происходит чем богатый у которого его богатство как типа как крепость защищает его и он не слышит эти сигналы не помню там формулировку точно отрывка но смысл и вам передал теперь богатый этот умер его проверяют и говорят ему все вы не удостоились ваша душа нет у него подъемной силы чтобы зайти в рай вы не делали ничего в этой жизни хорошего он горит секундочку как я не делал ничего хорошего я давал сдаку я покупал в значит за деньги покупал себе как бы ну это огромная митсва то есть я давал помощь бедным я давал на и шиву на воикру давал наверное тоже ему говорят там в рай у нас все честно у нас абсолютно все честно деньги мы вам возвращаем и а вы сами идете в ад и другая есть история про адрай они как бы смешные истории но в каждой шутке из года шутки можно из них что-то понять как-то один еврей рабинович приехал в ватикан я тоже был с этим ватикане ходили мы снаружи так экскурсии смотрели рим очень красивый город и это очень интересно увидеть вот ватикан этот собор самый большой в мире в котором в котором есть огромные залы в которые римляне свозили значит все богатства мира там все огромные это как как награбленная до со всего мира потому что они же это захватывали и там сидит папа римский который который взял обед безбрачия то есть бог сказал плодитесь и размножайтесь а он взял обед безбрачия чтобы не жениться тоже очень странно какая-то идея но значит интересно разные приходят идеи было кстати там есть триумфальная арка когда римляне разрушили второй храм и они победили после это было восстание барков бы и они победили было иудейская война несколько лет и они прямо уничтожили иерусалим распахали запретили время селиться даже на месте иерусалима римляне угнали 100 тысяч человек в рим прямо пленных и казна которая была они украли из храма они на него построили колизей колизей строительство колизея в 73 году нашей эры в 70 разрушили храм в 73 построили цирк вместо храма построили цирк кремляне и время есть триумфальная арка победа в еврейской войне когда туда ведут рабов и там прям фотография как гонят они рабов евреев и они несут минора это был храмовый светильник семисвечник минора которая сейчас символ государства израиль и они как раз несут эту минору куда-то в ватикат кстати интересно еще одна вещь очень интересная что те кто говорят что израиль не принадлежит евреям когда очень странно это все связать исторически потому что вот есть триумфальная арка в риме в которой написано победа иудейской войне в которой иудеи евреи да они жили в израиле уже это был второй храм который прост będą 420 лет до этого был первый храм который простоял 410 лет до этого был царь давид по которому псалмы давида все молятся это еврейский царь который в иерусалиме был и царь соломон еврейский царь который построил построил первый храм и написал притчи Экклезиас как можно вообще даже предположить что Израиль он не еврейский если ну как бы вот она 3000 лет история то есть как может кто-то сказать что Израиль это не Израиль а что это тогда и то что туда когда римляне выгнали евреев туда пришли также заселились какие-то племена которые жили вокруг бывает но евреи всегда жили в Израиле и вот значит римляне туда в эту арку видно прямо как идут и я специально с компасом стоял что дорога которая идет в эту арку заходит и вот они нарисованы что они идут туда в сторону как раз Ватикана эта дорога идет прямо на Израиль вот так по компасу прямо на Иерусалим и когда возникло в 1948 году государство Израиль объявили как декларация независимости он признал что эта земля принадлежит евреям значит возродилось государство Израиль то евреи Рима они в этот день устроили праздник и они празднично зашли в эту арку в обратную сторону то есть они пошли как они идут из изгнания обратно возвращаются в Иерусалим и мы когда женой были в Риме мы тоже хотя она огорожена эта рамка нельзя но мы тоже прошли в эту арку как бы обратно в Иерусалим в эту сторону хорошо так вот значит Рабинович приехал в Рим и когда он приехал в Рим он увидел очередь в Ватикан он спросил зачем стоит очередь ему говорят у нас есть такой такой ритуал в католической церкви который называется индульгенция индульгенция это ты себе покупаешь освобождение от грехов чтобы не попасть в ад ты платишь определенную сумму за каждый грех есть там приз курант и ты платишь определенную сумму тебе дают расписку за подпись у Папы Римского что ты купил индульгенцию у тебя грехи значит ну все ты не грешил считай да такая у них была система Рабинович это послушал послушал говорит и что это прямо вот прямо в ад не попадаешь ему говорят да у нас вот такая вера стоит целая очередь покупают индульгенции он встал в очередь доходит его очередь он говорит вы знаете у меня к вам может быть необычная просьба но я хочу в ад ему говорят ты что вообще зачем тебе он говорит я хочу я хочу в ад вы знаете я даже не просто хочу в ад я хочу вас ад купить ему говорят ты что сумасшедший он говорит я вам за ад заплачу миллион долларов вот так индульгенция в среднем стоит там от 1000 долларов до 10 а я вам за ад заплачу миллион они начали спрашивать Ну, говорят, прекрасная сделка, дурак какой-то, хочет миллион долларов купить ад. Давай ему продадим. Составили договор, что ад принадлежит Рабиновичу. Все, взяли у него миллион долларов. На следующий день приходит Рабинович с этой бумагой, подписанной Папой Римским. И становится как раз возле окошечка, где начало очереди. И говорит, уважаемые господа, вы можете индульденции не покупать. Потому что ад теперь, вот видите, документ принадлежит мне. А если ад принадлежит мне, то я в ад никого не пускаю. Ад закрывается на ремонт, я ад как-то там, значит, хочу переоборудовать. Поэтому вы можете индульденции не покупать, ад закрыт. Все такие смотрят, ну, вроде, да, по документу Папа Римский подписал, ад закрыт, значит, принадлежит Рабиновичу, все. И очередь перестала покупать индульденции. Касса пустая, день касса пустая, два, касса пустая, три. На четвертый день, значит, находят Рабиновича из Ватикана и говорят, пожалуйста, продайте нам обратно ад. Он говорит, ну, смотрите, говорит, за миллион я, конечно, его не продам. Но, говорит, за десять вы можете его купить обратно. И он им продал обратно за десять ад, который им, понятное дело, и не принадлежал. Потому что давать индульденцию за грехи, это очень самонадеянная история. Именно об этом нам рассказывает здесь Равша Ломаруш. Он говорит, если человек идет к праведнику и просит, чтобы праведник ему помог, то праведник, он понимает, что главная помощь человеку, это чтобы человек из-за этих страданий вернулся к Богу. И если человек, праведник видит, иногда праведник говорит, хорошо, я тебя благословляю, происходит чудо. И человек из-за чуда возвращается к Богу. А в другом случае он видит, что чудо не произойдет. Даже если произойдет чудо, человек к Богу не вернется, а станет еще больше верить в праведника, значит, он может его не благословить. Поэтому здесь вот он нам в этой главе сегодняшней, как раз рассказывает одну историю интересную, как одна женщина к нему пришла жаловаться и говорит, я не верю в праведников, я не верю в их благословение. Он говорит, почему? Она говорит, смотри, у меня пять дочек, и я ходила по праведникам, по всем, просила, чтобы они меня благословили, чтобы у меня родился шестой сын. Я делала все, что они мне говорили, все, что они советовали, но, значит, вот у меня родилась шестая дочка. Я после этого, говорит, не верю праведникам. А Раф Шаламаруш ей ответил. Он говорит, знаешь что? Говорит, тут не в праведниках дело. Ты, говорит, за пять дочек ты не благодарила Всевышнего. Ты, когда у тебя рождались пять дочек, ты в душе жалела всегда и считала, что Всевышний тебе что-то не додал. Именно в этом была причина. То есть праведник, он помогает тебе понять твои взаимоотношения со Всевышним. Но основа жизни человека – это его личные, конкретные взаимоотношения со Всевышним, которые строятся на двух сигналах. Или сигнал страдания, страх перед Богом, который пробуждают. И когда у человека происходят страдания, или он видит, как молодые люди умирают. На этой неделе, кстати, разбился в автокатастрофе самый быстрый человек в мире, марафонец-кинеец, рекордсмен мира в марафоне. Он с тренером попали в автокатастрофу и вдвоем подимли. Представляете? Там кинеец. Там еще что-то. Там еще что-то. Все эти события, которые происходят с человеком или вокруг него, если это грустные, опасные события, они у человека могут пробуждать страх перед Всевышним. И могут его пробуждать к большему соблюдению заповедей и к более правильной жизни. То есть если человек проезжает, видит аварию, то он после этого какое-то время, он соблюдает, если он нормальный, более соблюдает правила движения и более осторожен, даже если он увидел снаружи эту аварию. Теперь, но есть путь, который мы сейчас изучаем. Это называется путь любви ко Всевышнему, путь благодарности. Когда он стоит на светофоре и благодарит Всевышнего, что есть светофор, есть правила дорожного движения. Спасибо тебе, Всевышний, что у меня машина. Спасибо тебе за все. И когда он в благодарности Всевышнему, он наполнен этой верой и благодарностью, что все будет хорошо, он не будет спешить. Он будет и так соблюдать правила, потому что это правильно, ездить по правилам. И ты тогда, то есть Всевышний сказал, оберегайте ваши души, и он не будет никуда спешить. То есть мы понимаем, что есть ко Всевышнему путь любви, когда ты благодаришь за то, что есть, когда ты наполнен радостью. И через эту радость ты пробуждаешься к любви Всевышнему, и он тебе дает все, что тебе нужно, и ты кайфуешь от того, что у тебя есть. И кто богатый, говорит нам Пертьевод Тора, Асамэх Бахилко, тот, кто рад своему делу. Только он богатый. Теперь, или есть второй путь, когда человеку всегда не хватает, когда он все время за чем-то гонится, когда ему все время плохо. И если ему плохо, и он не помнит о Всевышнем, тогда Всевышний ему посылает какие-то действительно реальные неприятности. Потому что если человек ноет просто так, и он не видит добра Всевышнего, то он этим самым нарушает волю Всевышнего. Если он ноет просто так, он недоволен, ему не хватает, Всевышний говорит, слушай, ну на тебе по-настоящему, чтобы тебя уже жахнуло, чтобы ты хоть оценил то, что у тебя было. И человек теряет. Понятно, да, идея? Поэтому мы знаем путь Мишлей, кстати, путь притчи, это чисто путь, он прям начинает притчи царя Соломона, седьмой отрывок первой главы, что основа познания мира – страх перед Богом. И хохмау, мусар, божественную мудрость и нравственное совершенство, эвелим, скептики и цинити, они пренебрегают. То есть человек, который, ну такой он скептичный, то его можно пробить только каким-то сильным страданием. И он говорит, что если человек умный, он и так боится Бога, и тогда это его пробуждает соблюдать заповеди. Понятно? Вот, вот да, правильно говорит слушательница Юдюба, она же не увидела, кто это, что если ты ноешь, и ты все равно воспринимаешь даже добро как страдание, так свыше, чтобы и справедливости дает настоящее страдание. Хорошо, и теперь у нас совет из книги «Хэппинес», что мы стали заканчиваемые уроки всегда на ноте «Очень хэппи». Значит, говорит нам раб Зелик Плистин такой совет. Он говорит «Мастерин селфмастери». Мастерство – самомастерство, дословно переводится. Значит, он говорит такую вещь, что человек живет, ну жизнь человека, она полна трудностей. То есть, так Всевышний сделал, что для того, чтобы мы ценили хорошее, мы должны знать, что есть плохое. То есть, все познается только на вот этих вот разницах. Свет, он разгоняет тьму. Значит, не было бы тьмы, не было бы понятно, что есть свет. Не было бы голода, не было бы понятно, что есть еда. И так далее. То есть, все познается вот на этих вот разницах. Он говорит «Поэтому избежать трудностей невозможно». Но что? Человек, который хочет быть счастливым, он умеет благодарить Всевышнего даже за трудности в этом и мастерство. Например, вот человек, который занимается вот этой вот селфмастери, самоконтролем, самоисправлением, исправлением себя. Он же может получать огромное удовольствие от вот этой вот селф-дисциплины, от самодисциплины. Он может каждое свое преодоление какого-то своего плохого качества, каждый раз, когда он сдержался от гнева, каждый раз, когда он сдержался от раздражения, каждый раз, когда он, например, самая лучшая диета – это есть немного. То есть, есть вот половина той порции, которую ты думаешь, что надо есть. И каждый раз, когда ты преодолеваешь, это трудности. То есть, каждый раз, когда ты преодолеваешь какую-то трудность в своем развитии, можно этому сильно радоваться. И он говорит, это вот великое мастерство, что когда ты преодолеваешь свои какие-то плохие качества или преодолеваешь какие-то трудности, это и есть огромная радость. И нужно просто уметь на этом концентрироваться и видеть вот эту сторону. Вот человек, например, говорит, «Ой, я готовлюсь к шабату, мне тяжело». Он может сказать, «Мне тяжело, а я готовлюсь к шабату». Какой я красавчик, молодец, да. Какой я молодец. И чем тяжелее, тем больше моя сила и радость от себя. Вот это вот очень важная такая деталь. В Пертьевой в конце написано, что «Лепун царагра» – чем больше страданий, тем больше награда. Чем больше ты трудности преодолеваешь в служении Всевышнему, тем больше у тебя получается награда. И так как мы все нуждаемся сейчас в исправлении за те годы неблагодарности, которые были, то сейчас как раз время, вот это вот исправление происходит, когда мы благодарим в моменты трудностей. Я сегодня, кстати, утром ехал из синагоги, с молитвы, и еду на машине. Я вспомнил все свои машины, которые у меня были. Поблагодарил Всевышнего за то, что они у меня были. Поблагодарил за то, что я их продал. Поблагодарил за те аварии, которые были, что я в них не погиб и не пострадал. И потом, ну в общем, я за все связанное ехал просто на машине, благодарил за все связанное с машиной. Оказывается, у меня в жизни столько с машинами было связано хороших вещей, за которые я вот в те годы Всевышнего никак не благодарил. А сейчас за то, что сегодня утром все поблагодарил. Домой приехал довольный, счастливый, радостный, благодарный. Я думаю, что за вот это вот там 5 минут езды от синагоги, за дорогу, я со Всевышним установил с помощью старых своих машин очень хороший большой контакт. Все, друзья, удачи, успехов. Чтобы Всевышний всех нас благословил и дал нам очень много хорошего и дал нам ум и счастье, благодарить, видеть это хорошее и благодарить за это хорошее. Все, всем удачи, успехов. И Лилу Нишама, Ада Саббат Авраам и Борух Бен Авраам, чтобы было у них там на небе, чтобы у них было много радости. Я уверен, что они там радуются. Все, всем удачи, успехов, счастливо, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok